а здрасте друзья всем привет уленький у нас тут продолжается сети skyline и вас перед глазами наш новый райончик который потихонечку застраивается с ним вроде как хорошо тут даже автобус ездит почему а тут одностороннее движение я понял я думаю чем по левой полосе поехал на что-то танк лишь что ли а нет короче говоря друзья чё нам надо сегодня поделать во первых меня попросили переименовать парк перен будет называться фили моша парк вот так вот человек попросил переименовать мы переименовали все же логично далее вот сюда надо подвести нам электричество чё я так и не сделал и знаете что я подумал наверное давайте раз у нас большая потребность есть в этих самых в деловых зонах построим здесь вот такие вот офисы что ли пускай они здесь стоят и они теоретически должны дать электричество про только теоретически да они дают электричество поэтому все нормально этой проблемы мы разобрались и далее наша лесопилочка алексея приходь к чит вообще никакой не прибыли ничего но ее надо будет в любом случае еще развивать ладно с этим понятно с остальными районами у нас все нормально единственное что вот кампус надо как-то усовершенствовать учебный год у нас идет эти посмотрим что можно еще в сунуть здесь для усовершенствования нашего суперского кампуса музей профучилище престижная репутацию университета престижный научный центр можно будет всунуть прикольно ладно мы не об этом общежитие она у нас есть вот это общежитие да нет это читальный зал вот это общежитие нет и это не общежитие слушать у нас нет общежития поэтому надо всунуть общежитие и всунем моего напротив напротив да напротив просто моего всунем напротив это у нас что такое читальный зал это у нас точно есть центр благоустройства у нас тоже есть общежитие что мне кажется тоже должно быть вот это разве нет это читальный зал где общага черт везде реально нету ну и ладно значит теперь есть это наш ска юридический факультет у нас уже стоит остальное у нас пока закрыта клуб мини-футбола нас он по моему тоже есть центр благоустройства баня личная библиотека пожарная станция это что такое общественный бассейн тоже без электричества сидит ладно давайте ссунем клуб мини-футбола тогда вот здесь тропиночки пускай будет здесь есть также здесь скверик и бомбоубежище или просто убежище да ладно допустим нам тут еще скажут хорошего уровень репутации неизвестно число студентов 609 1800 расходы 13000 кошмары на следующий уровень вру а привлекательность 300 да так мы уже можем идти на следующий уровень это прям точно может быть и сейчас привлекательность повысил поэтому можно скорее всего закончится учебный год тогда нам это станет доступно ладно посмотрим когда закончится учебный год что у нас здесь у нас здесь парк развлечений и его тоже кстати нужно нам добить до конца боже как здесь громко у нас вроде как тут все установлено уже из всех аттракционов до ставите второй раз у меня желание особого нету а привлекательную ценность надо расти развлекательную ценность надо расти до растите поставить второй раз аттракцион и такое себе на самом деле одни и те же значит друзья будем ставить всякие палатки с едой прочей фигней площади ты ладно кафе парке развлечений должно быть много кафе поэтому мы их будем вообще не жалеть сюда кафе и вот сюда кафе сувенирный магазин они у нас тоже уже есть их тут много напичкано но мы в сунем еще черта но сейчас тут тоже все косо будет да ну и ладно вот напротив туалета сувенирный магазин будет стоять а он вполне логично далее что еще можно в сумму сувенирный магазин это понятно туалет и туалет и развлекательную ценность стопудово дают это же туалет и вот на входе знаете ли те кому не хочется кататься на аттракционах просто мимо проходит хочет туалет это как вот в макдональдс можно просто зайти эти что такие игровые киоски их тоже можно ссувать сколько угодно вот правда один есть давайте вот сюда один сунем и 2 типа еще куда-нибудь сунем еще один тут тоже он есть давайте поближе к аттракционам еще сунем смотрим на нашу развлекательную ценность где она вот это 1561 грустно надо аттракционы ставить причем повторяться это нелогично на самом деле что надо повторяться а у нас тут из-за этого пожара начал дом гореть серьезно вообще сейчас должны будут прилететь вертолетики черт у нас проблемы с канализацией вот дерьмо прямом смысле слова и какого хрена доступно канализации дохренища все она стала исчезать водопровод с водопроводом все нормально пока что и вы собираетесь тушить сюда приехали просто пожарные на машинке ради одного дерева прилетел целый вертолетик смотрите он такой и все больше лес не горит да друзья мы пережили очередную катастрофу это даже не стал людей эвакуировать почему у нас проблема с дерьмом расскажите мне почему окапливаются источной воды да все должно быть нормально с источными водами их же должно хватать здесь же все подсоединено я видимо что-то не понимаю с этими новыми водоочистными электростанциями точнее просто водоочистными станциями знаете что друзья мы их сейчас снесем нахер не хочу я в это играть у нас эти свалка освободилась да значит мы ее включаем мы друзья значится сносим потому что нахер у нас уже были проблемы из-за этого просто сносим здесь всегда найдется что поставить соответственно обычную канализацию обычные источные воды которые будут уводить это все дело вот сюда поставим еще три штуки и соединим их обязательно вот так вот они вроде как должны будут справиться с этим всем ну давайте подсоединяйтесь и отдавай быстрее в она подсоединилась и доступность канализации у нас стала в хорошем уровне ну и вроде как они перестали ныть из-за этой проблемы у нас с водопроводом еще проблема надо поставить еще одно водопроводную херню да и здесь у нас кстати пляжа у нас все отсасывается давайте с другой стороны поставим здесь например и вот здесь например две штуки поставить до разумеется соединяем и как основного основной трубе подводим потому что что-то мне кажется вот эта херня воду нифига не высасывает чем имеет смысл наверное даже переставить вот сюда соответственно это тоже мы трубой соединяем здесь теперь с электричеством у нас проблемы сразу сюда стала забегать вода и может быть они даже лучше стали работать да немножко повысилась у нас доступность водопровода это ведь влияет но что я хотел сделать надо электричество сюда еще подвести электричество друзья мы поведем вот от этой вот фигни вот тякут тякут и вот так вот все электричество у них есть не очень красиво это выглядит у нас опять пробочки какого рожна у нас там до район заселяется так что пробки здесь это нормально тут надо делать объездную дорогу чем есть идея снести вот эту вот ферму харриса хотя она такая знаете ли ферма еще мы собирались парк строить и все никак не соберемся так с этим все понятно что это у нас здесь вода такая грязная почему она здесь грязная то что мы здесь все засрали это понятно она я не знаю течение поменяла направление так работает нынче нам нельзя отсюда воду брать уже но можно брать отсюда или можно сюда выливать и она все равно потом здесь не так много воды здесь мои реально можем все высосать просто и все черт загрязнение большое мне это не нравится вообще никак час люди начнут болеть и мне будет нравится пить такую загрязненную воду она уже сюда скоро будет идти загрязненная на может быть даже уже загрязненная не могу понять просто это грязная вода или просто от пляжа такая текстурка что нас вообще там по очистным вот этим штукам водосброс свежей воды это неинтересно службы откачки тоже не интересно водяной резервуар тоже сейчас не интересно внутри городская водочистная станция алин я не понимаю как это работает экологическая водочистная станция вот это вот штука для слива в водоем до до ставится на берегу нет ставится не обязательно берегу или на берегу да вот оно течение пошло в эту сторону раньше такого не было я же не могу так вот провафлить этот момент правильно ну конечно но она вот эта штука насколько я понимаю очищает воду и сливает давайте поставим вот таких вот штук скорость стока 160 тысяч кубов ну давайте 1 2 3 4 5 до поставим 5 может быть кстати ту штуку тоже надо было не это внутригородская она не должна быть она немножко шумная но ничего страшного ладно соединяем вот это вот все дело поставим пока паузу вот эти вот мы отключим временно сейчас я опять город сломаю нахрен так все вот это вот дело вырубаем электричество тут подсосалась прям сразу и соединяем теперь это делать трубами подводим к нашей системе и запускаем игру смотрим как эта штука работает ждем пока она запустится и работает пока что сейчас заработает да вон они подключаются и потекла водичкой знаете это водичка уже такая более синего цвета значит возможно возможно вот это все говно то что мы вылили она очистится главное сейчас по доступности канализации все нормально и вроде как никто не жалуется на большое количество сточных вод надеюсь она сработает ладно погнали дальше развлекаться у нас большая потребность по месту для работы и я думаю самое время сейчас начать обустраивать вот эту лесную херню не знаете надо тогда размечать здесь дороги черт у меня на телеке оказывается звук включен он еще скорее в микрофон попадает и дело надо отрубить да так вот что я хотел сделать надо проложить вот здесь дорожку вот такую вот и соответственно сюда можно тогда сунуть будет какие-то новые штуки и мы сейчас посунем как ни странно давайте вот это вот все у нас будет в плантациях деревьев здесь вот плантация вот здесь вот плантация вот здесь вот плантация и вот здесь вот плантация что у нас здесь еще есть лесопилка лесопилка много места занимает а что-нибудь то что немного места есть нет все на занимает много места маленький склад бревен нихрена себе маленькие он не такой уж и маленький вам скажу короче у нас до хрена Теперь здесь плантации деревьев Бук, хвойное дерево Классно, вот это прикольно Давайте тоже хвойное деревье И вообще будем Так, а у нас тем временем как раз второго левела Стала наша прекрасная лесодобывающая промышленность Вообще будем добывать бук Это знаете ли Да, давайте везде бук У нас будет суперская лесная ферма такая Это есть, это понятно Соответственно, так как прокачались до второго левела То у нас что-то еще открылось Склад опилок Тоже полезная штука Давайте расположим где-нибудь Например, вот здесь Так вот склад опилок Что и все, и больше ничего О, завод гранулированной биомассы Уже бумагу будем делать Лесопилка, это маленькое поле саженцев деревьев Ммм, это все очень интересно Бараки для работников О, кстати, черт, они тоже большие Почему для ферверов там они маленькие А для лесников такие здоровые Ладно, давайте сунем вот сюда У нас, правда, теперь здесь провода Прямо над ними идут Но ничего страшного, так иногда бывает Почему бы лэп не стоять здесь? Нужно ее даже вот так вот чуть-чуть пододвинуть И все Правда провода теперь не через нее идут Гениально просто это все работает Ладно, пускай остается, мне нравится Мы не будем обращать на это недоразумение внимания Соответственно, бараки у нас есть Можно здесь соединить еще одну дорожку такую поставить Вот пускай будет И с этой стороны давайте поставим вот этих вот хреновин с саженцами Вот тягут Вот тягут И вот тягут Такая будет Теплица или лужайка Мне больше нравятся лужайки Уж простите, а будут лужайки Соответственно, что мы сейчас имеем? Сырьевые лесоматериалы Переходят у нас в пиломатериалы Вроде как должно будет это все дело работать Работников у нас места, в общем-то, есть для следующей прокачки Но ресурсы будут добываться Пускай добываются Мы еще что-то хотели поставить Но я не помню что Маленький склад бревен у нас есть А вот склад опилок А склад опилок у нас тоже есть Да, вот он Ну и нормально Ну и нормально Все хорошо Вот здесь у нас, конечно, загрязнение пошло Это не есть хорошо Но ничего не поделаешь У нас сюда электричество доходит Доходит у нас бесполезная вообще хер А, ну электричество мы Хотя вообще нуждаемся Поэтому давайте подсоединим Во Ну ладно Давайте тогда начнем разметку парка Парка нашего прекрасного филемошика И значится, вокруг парка у нас будет дорожка идти Да, вот так вот мы огородим это все Я придумал Отличная идея Заодно жителям будет проще попасть в тот район И он не дает мне направляющую Ну вот падла Ну значит будет вот так Будем считать, что ровно Вот такая вот зона для парка В принципе ровно Это наверное можно снести Потому что электричество с другого места должно и быть Вроде как никто не жалуется Отлично Подсасывается отсюда Хотя не подсасывается А, вот отсюда оно Отлично Есть электричество здесь Замечательно Соответственно парк Парк надо сначала разметить тропинками Кстати о тропинках Я же совсем забыл про тропинки В нашем прекрасном городе Они должны быть сквозные И знаете какие мы поставим тропинки на этот раз? Какой у нас тут парк собирается быть? Природный парк, да? Мы хотели в природу упороться И здесь у нас соответственно вот такие вот А, тропинки? Не, в городе это немножко не пойдет Тогда обычные асфальтированные В элитном районе Вот такие вот тропинки Тогда мы поставим сквозь всех Сквозь все районы, да? Без тропинок, сами знаете, никак На самом деле с учетом всех вот этих вот дорожек Наверное даже нет никакой потребности В общественном транспорте Да, кстати, по поводу общественного транспорта Мне тут сказали Что мол надо метро закольцевать Насколько я понял Так, а вот здесь А вот здесь А вот здесь вот такие вот кривые поведем Черт Ну давай вот так тогда Ммм, да Ладно, пойдет Я не ту дорожку выбрал, я понял Ладно, не пойдет Я хотел вот так Все равно не круто Ну ладно Пойдет Теперь вот так И Да, и давайте здесь тоже доделаем Давайте Ладно, вот отсюда оно пойдет Черт, я с закруглением хочу Ну, попади же, падла Ладно, пойдет Нормально Тут просто рельеф такой Вот такая вот у нас есть еще тропа Тропа здоровья будет Соответственно, то же самое надо сделать и здесь Только здесь придется сносить домики Но ничего страшного Мы привыкли к тому, что домики надо постоянно сносить Что поделать Только здесь мы что-то уже всунули, да? Что это такое? Общественный бассейн Вообще, знаете, здесь они как-нибудь пройдут А здесь у нас высшая школа искусств Черт, я рано заселил город Сейчас сносить все неохота А, видимо, придется Но можно поставить рядом Никто ж не мешает, правильно? Видимо, парки, друзья, мы будем делать уже в следующий раз Так, видимо, не хочется здесь Слишком короткое расстояние Да что ты говоришь такое? Почему все так сложно с тропиночками? Так, съесть Да, когда надо сносить здание, это становится тяжело Вообще же теоретически они могут здесь пройти Но это только теоретически, может и не могут Поэтому на всякий случай мы сюда тоже всунем Вот так вот Здесь есть тропинка А дальше мы пойдем опять по центральной Вот здесь вот так вот Здесь вот так вот Здесь вот так вот Это у нас что такое? Публичная библиотека Библиотеку надо обходить Давайте вот здесь вот ее обойдем Место уже занято Да что ты говоришь такое? Все, вот так вот Место внезапно освободилось Конечно, большие проблемы с рельефом Это у нас что такое? Центр по уходу за пожилыми И это тоже сносить нельзя Но здесь, в общем-то, тогда тропиночки не будет Потому что он как-то так по центру стоит Обходить смысла его особо нету Или с двух сторон поставить Точно, можно с двух сторон поставить Домики прощайте Так вот с одной стороны Черт, все застроено, плохо видно И вот так вот с другой стороны попал И дальше мы опять пойдем по центру Вот так вот бздынь Да, много зданий пришлось нести Но я думаю, ничего страшного Бздынь, бздынь Не понял Это высшая школа Угу Я случайно проложил дорожку прямо сквозь нее Значит, в высшую школу мы тоже будем входить С двух сторон так вот бздынь И бздынь Такие вот дорожки Почему бы и нет? А здесь можно поставить магазинчики Здесь у нас стоит типа плотность Высокая, жилая А мы поставим магазин Там как раз потребность есть Так, следали Да, надо добивать эти тропинки Соответственно, вот так вот бздынь Домик прощай Вот здесь вот так вот И здесь вот так вот Финалочка Да, через это у нас тоже тропинки есть И остался еще один у нас заселенный район Черт, и придется здесь тоже все сносить Ну и ладно А что поделать? Домики прощайте Приезжайте в другое место Мы делаем все для людей И вот здесь вот тоже офисы Насведули Кстати, можно сделать вот здесь тоже вот такую вот штуку Во, нормалды И отсюда тоже вот прийти куда-нибудь вот сюда Бздынь Нормалды Будет такой крест Куда тоже можно будет что-нибудь сунуть потом Черт, как отсюда неудобно-то везти Сюда мы дальше тоже идем Тропинка И здесь, наверное, мы тоже, знаете, или то же самое сделаем Подведем И в эту сторону мы тоже подведем Давайте к перекрестку Вот так вот бздынь И нормально Как раз к пешеходному переходу И погнали дальше Как-то вот так вот оно пойдет Как-то вот так вот оно пойдет Как-то вот так вот оно пойдет Там с мусором были проблемы Вот нефиг жаловаться на мусор Если сам не можешь его вынести Вот и прощай Ищи себе новое жилье Понял? И вот так вот Все Тропиночками мы это все дело обвязали Теперь у нас здесь стало красиво И это прекрасно Что у нас с нашей лесопилкой? Отлично В следующий раз уже будет Нужное количество ресурсов Уже есть нужное количество работников Все прекрасно А здесь у нас пробка? Какого хрена? Во вторую полосу Из левой полосы налево поворачивать Они не очень хотят Не знаю как это работает Ну и ладно Ладно друзья На этом мы эту серию закончим Собирался я сделать парк Но сделал лишь только окантовку Зато мы сделали много чего другого И интересного Поэтому друзья В следующий раз Мы уже точно сделаем Этот классный парк Что у нас тут кстати По загрязнению? Загрязнение кстати Очищается потихонечку Видите? Уже заметны плоды работы Надеюсь в скором времени Здесь вот этого вот Коричневого пятна Вообще не будет А вы чтобы друзья Не пропустить следующую серию Если не подписаны То подписывайтесь И нажимайте на колокольчик Чтобы вам пришло уведомление Что и вышла новая серия А если хотите смотреть их пораньше Чем другие Можете оформить спонсорку За копеечку Дешевле чем чашка кофе Не забывайте про ваши комментарии И в общем то Всем огромное спасибо за просмотр С вами друзья был Никита Дилай Всем всего доброго И пока пока Субтитры сделал DimaTorzok